Тебе знакомо это чувство? 10 утра, ты уже на взводе от третьей чашки кофе, а в голове вместо здравых мыслей полнейшая каша. Ты истощен, физически, ментально и эмоционально, и абсолютно безразличен к тому, что раньше радовало. Мотивация? Больше нету. Раздражительность? О да. Забота о здоровье и хорошем самочувствии? Это не про тебя? Почему-то принято считать, что покорение новых высот и полнейшее истощение друг без друга не ходят. Ничего подобного. Эмоциональное выгорание вовсе не признак успеха. Это способ, которым наш организм недвусмысленно намекает, что пора притормозить. Генри Форд говорил, если вы делаете то, что делали всегда, получите то, что всегда получали. Привычные способы возвращения себя к жизни, будь то двойная доза эспрессо или очередной слой консилера под глазами, занимают буквально несколько минут, но много ли от них реальной пользы? Да, для коренного изменения жизни нужно гораздо больше времени, но в конечном итоге все усилия себя оправдывают. Это инвестиции в ваше здоровье и хорошее самочувствие, поэтому относиться к ним стоит со всей подобающей серьезностью. Спи вдоволь. Наше тело – это механизм, прекрасная и невероятно сложная система, которая нуждается в заботе и отдыхе. Уходя с работы, ты каждый день выключаешь компьютер, примерно это же нужно – телу и разуму. Хороший сон помогает мозгу избавиться от токсинов, которые накапливаются в течение дня. Вот почему 7-8 часов полноценного отдыха невероятно важны для психического и физического здоровья. Твоя задача – постепенно довести ежедневную продолжительность сна до этого уровня, на 30 минут больше отдыха каждый день. Это ведь просто, правда? Думаешь, что и как кушаешь. Для того, чтобы сделать свое питание осмысленным, нужна практика. Особенно это относится к тем, кто привык перекусывать на бегу, параллельно набирая ответ на очередное письмо и поминутно отвлекаясь на телефонные звонки. Практика осознанного питания помогает понять, чем ты питаешься и какую пользу это приносит организму. На смену простому утолению голода приходят здоровые отношения с едой. Результаты исследований показывают, что такой подход к питанию существенно улучшает настроение, снижает уровень стресса, помогает выработать полезные пищевые привычки и даже избавиться от лишнего веса. Завязывай с кофеином. Кофеин – это стимулятор, раздражающий и без того издерганную нервную систему. Когда ты обеспокоен, напряжен или вообще на грани истерики, очередная чашка кофе, если взбодрит, то ненадолго. Вместо этого попробуй другие, более мягкие способы взбодриться и зарядиться энергией, физические упражнения или медитацию. Если утро без кофе не в радость, переведи взаимоотношения с этим напитком в несколько иную плоскость и сделай их максимально осознанными. Смакуй аромат и наслаждайся вкусом напитка, потягивая его из любимой кружки. Спустя некоторое время может оказаться, что этот ритуал гораздо важнее, чем сам кофе как таковой. Начни двигаться и не останавливайся. Движение это не только мощное средство для улучшения настроения и уменьшения стресса, но и доказано эффективный способ сохранения отличной памяти и вообще мыслительных навыков. Противостоять растущему напряжению можно с помощью физической активности. Каждая минута, потраченная на йогу, пробежку или катание на велосипеде, становится вкладом в борьбу со стрессом. Простая утренняя зарядка задает необходимый темп всему дню и помогает сфокусироваться на важных задачах. Стоит ли говорить, что успешные люди предпочитают тренироваться именно утром? Начни хотя бы с 10 минут умеренной физической активности в день и плавно увеличивай продолжительность до рекомендуемого получаса. Помни, лучший отдых, тишина. Примерно 80% визитов к врачам так или иначе связаны с последствиями стресса, а это чудовищная трата времени и денег. Еще поразительнее то, что сократить все эти расходы мы можем с помощью медитации. Эти практики помогают справиться со стрессом, укрепить иммунитет, наладить сон и почувствовать себя по-настоящему счастливым. Всего 5 минут такого расслабления сделают день куда более радостным. Регулярно медитирующие люди рационально мыслят и испытывают меньше беспокойства, когда жизнь подкидывает очередные сюрпризы. Питай душу, а не эго. Делай то, что тебя радует. Не все наши достижения наполняют душу радостью. Регулярные переработки могут быть полезны, но в конечном итоге это приводит к истощению далеко не бесконечных резервов организма. Пользы от такого поведения меньше, чем от регулярного отдыха и расслабления. Купи наконец туфли, которые давно хочешь, побалуй себя мороженым в обеденный перерыв и выходные напролет. Смотри фильмы. У большинства твоих действий должна быть одна единственная причина. Это приносит радость. Делай это не потому, что это очередной пункт в списке дел. Доверяй интуиции. Сомнительной красоты выражения нутром чую вовсе не метафора. Перед принятием важных решений прислушивайся к своим ощущениям. Тело часто подсказывает, что нам нужно, еще до того, как мы это осознаем. Возьми перерыв, если устал. Съезди куда-нибудь, если душа просит перемен. Когда что-то идет не так, первым делом спроси о причинах себя. Если ты не человек интуиция, потребуется некоторое время, чтобы научиться прислушиваться к внутреннему голосу. Просто отвлекись от всех забот, передохни и честно ответь, что сейчас чувствуешь. Велика вероятность, что ты прекрасно знаешь, чего желаешь на самом деле. Нужно лишь время остановиться и послушать себя. Нарушай привычный порядок вещей. Поставь себе задачу минимум раз в неделю пробовать что-то абсолютно новое. Не обязательно сразу браться за что-то масштабное. Просто иди на работу другой дорогой. Даже такая, казалось бы, мелочь. Это необычный опыт. Он помогает открыть разум для новых способов мышления и восприятия, что в свою очередь сделает тебя хоть немного, но счастливее. Создай комфортное окружение. Первый этап создания здоровых во всех смыслах отношений – ответственный подход к тому, чем и кем ты наполняешь свою жизнь. Да, перспектива превращения отравляющих жизнь, взаимоотношений в радующее и комфортное может поначалу пугать. Особенно, если это касается дружбы, семьи, еды, работы или самого себя. Тем не менее, это важно. Важно найти людей, из которых ты будешь брать пример, кто будет лучше тебя, говорил Уоррен Баффет. Те, кто ответственно относится к выбору окружения, зачастую оказываются более уверенными в принятии решений. Учись новому. Процесс получения новых знаний делает нас счастливыми, и это факт. А еще он помогает продлить нашу жизнь и сделать ее более интересной и насыщенной, а также избавляет от лишних предубеждений. Начать можно как с малого, так и с чего-то более масштабного. Чем бы ты не решил заняться, мозг в любом случае будет тебе глубоко признателен. Иногда нужно начать с маленьких вещей, чтобы достигнуть невероятных высот. Иногда нужно совсем немного, чтобы обрести гармонию в жизни. Если ты пробовал хоть какой-то из этих способов, поделись в комментариях, что больше всего тебя вдохновило и способствовало изменить жизнь. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому ролику, если он оказался полезным. Это канал «Финансовая жемчужина». Подписывайся, думай, богатей. Подписывайся, думай, богатей.